Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в X4 Foundation с дополнением Колыбель Человечества. Сегодня мы продолжим прохождение сюжетки на объединение паронидов и также продолжим терраформинг планеты в системе 18 миллиардов, которую мы начали в прошлой серии. И результаты уже видны. На этом безжизненном куске камня уже появилась вода. Сюда было завезено огромное количество льда и проведено планетарное орошение. Также были выведены необходимые микробы и сейчас мы работаем над плодородной почвой. В общем, дела идут полным ходом, но в целом не спеша довольно, конечно же. Давайте посмотрим, чем я занимался вне записи, потому что провел я тут... Хорошенько не на запись покопал, да, и порядка 10 часов общей сложности я провел в игре после записи прошлой серии. За это время мы заработали много денег, было куплено много кораблей, построено много модулей на разных станциях. И давайте сейчас отправим какой-нибудь кораблик сюда сразу, раз я заметил. И посмотрим, что у нас вообще происходит. Первым делом глянем на терраформинг. И в прошлой серии здесь мы каким-то из вот этих вот двух проектов занимались на повышение влажности. Вне записи я закончил вторую. Влажность добралась до нужного уровня, после чего можно было приступать к выведению каких-то микробов. И вот сейчас уже плодородная почва каким-то образом там получается, преобразовывается. И дальше, через вот 15 минут уже практически можно будет запускать следующий проект. И как раз следующим проектом будет высадка полей с подсолнечниками. У нас всего для этого уже хватает. Это даст нам еще единичку кислорода, и нам все равно этого не хватит для аркологии. Нужно будет высадить леса. Я сначала думал, что можно будет несколько раз высадить леса и получить нужное количество кислорода, но нет. Эти все проекты, они одноразовые. И полей, как я понимаю, тоже только по одному разу мы можем посадить. Повторять можно проекты только вот такие вот с... Ну, вот этой вот, с этими стрелочками. Что нам указывает, что этот проект можно неоднократно повторять. Ну, так же, как с отправкой там ресурсов, да, вот тут вот. Что там мы отправляли? Ни капельки не впечатляю. Я, короче, не вижу, не видим здесь. Может быть, его здесь и нет, да? Потому что... Не положено ему здесь быть. Может быть, может быть. Ну ладно, я это о чем? О том, что этот проект мы, в принципе, скоро закончим. Все ресурсы у нас есть для высадки подсолнухов. Кроме компонентов дронов, я их вроде бы поставил на закупку. Посмотрим, завезли или нет. И... Небольшая тут загвоздка с метаном. Но я там кораблей добавил. Много метана ушло, получается, на микробов. На вот эту вот почву тоже, да. И здесь тоже нужен метан. В общем, с метаном были перебои определенные. Но корабли были закуплены. И с льдом тоже были перебои. Здесь нам для одного из этих проектов много льда нужно было. Тоже добытчиков я закупил немало. Давайте быстренько сейчас посмотрим здесь на логистику. Что у нас... Компоненты щитов никто не везет. О, блин. Компоненты дронов нам надо, а не компоненты щитов. Ну, в общем, их тоже никто не везет, да. А производство свое я пока еще не смогу построить. Там у нас очередь занята другими строительствами. Я добавил здесь еще парочку отсеков для производства кораблей. Как раз эти дроны терраформирующие производятся в этих отсеках. Я, правда, не знаю, как посмотреть, какие ресурсы для этих дронов нужны. Что мы тратим на каждого дрона. Но, да. Ребята говорят, что там будут некоторые задания по терраформингу, где будут какие-то землетрясения. И нам нужно будет много дронов отправлять. И посоветовали построить сразу дополнительных отсеков для строительства. Вот. И вне записи тоже я построил здесь 40 производств медикаментов. Вот они. 40 производств. Мы производим 74 тысячи медикаментов в час. И нам 300 тысяч нужно будет только вот для высадки леса. Там, да, по-моему. 300 тысяч. И 700 тысяч. Ну, почти 700 тысяч было потрачено на почву. И там что-то около 300, наверное. Что-то такое. Короче, больше миллиона медикаментов было слито. Уже. Вот. И нам для нашей рабочей силы тоже медикаментов нужно. Будет нужно много, да. Нам, получается, будет нужно порядка 100 тысяч медикаментов в час. Ух ты. Я думал, я много медикаментов построил. То есть, когда у нас вот эта рабочая сила будет заполнена, вот эта, то, ну, в 10 раз увеличится потребность. Угу. Ну, вот так вот. Я думал, мне хватит того, что я тут построил. Оказывается, не хватит. Ясно. Ну, там еще место есть для дублирования всех этих построек запросто. Надо будет, ну, со временем заняться. Пока не к спеху. Главное, что производство идет. И пока что нам этого производства хватает, чтобы рабочую силу потихоньку накапливать. Нам она в любом случае вся пригодится. Для строительства потом кораблей. Для своих верфей. Не, да. Для найма экипажа. Так. Метан здесь потихоньку собирается. Ну, в общем, тут тоже я много всего настраивал, перестраивал. Пришлось вручную задать количество каждого материала, потому что автоматическая настройка... О, это... да. Пришлось все ручками выделить нужное место для каждого товара. Потому что автоматическая настройка сбивала... Увеличиваешь где-то что-то одно количество там нужно, например, вон, медикаментов, чтобы хранилось там много. И до единицы уменьшаются какие-то другие товары. И все производство останавливается. Это... Это тяжело было. Поэтому и строится еще дополнительно немало... Какая красота. Надо, наверное... Ctrl D. Так, интерфейс включим. И пойдем куда-нибудь отсюда подальше. Здесь, кстати, я в прошлой серии говорил, что у меня множество... Аргонских патрулей летает в секторах. Сейчас множество уже начало летать патрулей... Священного Ордена, Понтифика. Неплохих таких. И зарубы иногда тут происходят. Забавные. С Аргоном. С Аргоном, да. Так, давайте куда-нибудь телепортируем сейчас быстренько. И посмотрим на штаб-квартиру нашу. Откроется она сейчас или нет? Да, во, нормально. Здесь уже 446 промышленных модулей. 446. 185 жилых модулей. И это, наверное, вместе с запланированными. Здесь еще 3 вот таких вот гармошки жилых модулей строятся там вот внутри. Это производство медикаментов, да. И мы его можем просто вот так вот четко взять, скопировать и продублировать. Но я, наверное, добавлю сразу, чтобы поровну было производство пайков. И да, ну в общем. Также грузовых контейнеров, хранилищ этих пришлось много построить. И еще строятся дополнительные, потому что места не хватало нам. Объемы уже нужны большие. Миллион батареек тоже для терраформинга ушло в никуда. Миллион, получается, медикаментов тех же и других ресурсов тоже уходит на терраформинг огромное количество. Поэтому дополнительные контейнеры приходится достраивать. И дополнительные электростанции тоже. Солнечные эти панели. Где-то давайте сейчас посмотрим, как там по логистике, если глянуть. А, ну сейчас у нас заполнилось. Но это опять же нам... А, нет, сейчас уже мы продаем батарейки. Ну, короче. Потребление в час я видел 370 тысяч. Это, наверное, до того, как еще модули новые достроились. Потому что мы по энергоэлементам ушли в минус совсем. И снова все перестало работать. Тут где-то что-то проглядел, где-то что-то пошло в этот самый. Начало тратиться хорошо. И сразу все полностью останавливается. За этой всей логистикой приходится постоянно следить. И настраивать, перестраивать, подстраивать. Но это, конечно, еще не все. Чем я занимался вне записи. Еще одно производство у нас вот здесь. Вот уже развернуто небольшое. Скромненькое по сравнению с нашей штаб-квартирой, конечно. Но еще одна станция у нас тут уже есть. На 100 промышленных модулей. Здесь производится... Что у нас... Давайте сразу вот сюда. Чисто товар на продажу. Система упреждения. Компоненты турелей. Пайки. Которые никто не покупает. Здесь, кажется... Да. Плазмопроводы. Тоже, наверное, никто не покупает. Детали корпуса. В теории должны их покупать. И медикаменты. Завозим мы на станцию Яки. Вот сюда. Мерзкая гремучая змея. Давайте мы сейчас отправим... Так. Такахаси вот сюда. Разбираться. С этой гремучей змеей. И поставим ее... А, она сразу как враждебная отметилась. Хорошо. Потому что она тут может тревожить наши корабли. Которые сюда возят разные товары. И я тут задумался, почему у меня производство плазмопроводов отдельное стоит. И я тут просто забыл поставить производство компонентов орудий. Давайте мы сейчас добавим. Тут шесть штук нужно как раз. И шесть мест у нас есть. О, компоненты орудий нам нужны. И на этой станции я вообще не заморачиваюсь. Ставлю туда, куда оно ставится. Пересекаются там текстуры или не пересекаются. На этой станции мне, если честно, все равно. Вот так вот. Шесть штук подтверждаем. Назначаем нашего застройщика, который здесь стоит. Добавляем немного деньжат сюда. И 22 миллиона. Ничего себе, на шесть этих модулей. Что-то дороговато, кажется. И по идее... Ага, хорошо, мы сразу на этой станции. По идее теперь... Во, компоненты орудий, плазмопроводы, детали корпуса. Во, вот это уже более понятно. Понятно. Вот. И это тоже все у нас на продажу. Ну, излишки всего вот этого тоже не должны продаваться будут. О, тем временем мы завершили наш текущий проект терраформирования. Пока я тут с мыслями собирался. Давайте посмотрим, что у нас дальше. И дальше, конечно... Поля. Поля красивых... Теладийских подсолнухов, да? И... Нам не хватает компонентов дронов. Давайте посмотрим... Я показала изготовление необходимого оборудования. Быстренько на компоненты дронов. Можно тут 3000 купить, чтобы прямо сейчас не заниматься их производством. Потому что придется модули из очереди как-то убирать, чтобы мы могли их построить. Компоненты дронов. В теории, раз нам никто их не возил, значит... Никто нам и не продаст. Не, ну вон есть чё. Я думаю, мы сможем закупить нужное количество. Сейчас поищем, попробуем. Да, без проблем я нашел три станции, где по 1000 с копейками. Там можно было закупить эти компоненты дронов. И сейчас окинавы уже летят сюда. Вообще странно, что никто из NPC-торговцев так и не привез мне эти компоненты. Потому что запрос на покупку я выставил уже довольно давно. И цена максимальная получается, а никто не вез. Что немного печально. Ну, как бы то такое. Производство мы свое тоже уже в ближайшее время наладим. Я думаю, после записи этой серии уже... Надо будет заняться производством недостающих деталей для строительства кораблей. Всяких разных, больших и не очень. Потому что по деньгам мы уже можем запросто выйти в L и в XL корабли. Денег насобиралось уже довольно много. Единственное, что я сейчас все эти деньги оставляю, откладываю. Давайте посмотрим по финансам по нашим. Стоимость общая нашей компании уже практически 9 миллиардов. В кораблях 2 миллиарда. Станции на 5 миллиардов разрослись у нас. Ну и на счету станций 1,5 миллиарда тоже есть. Что очень немало на самом деле. Нам миллиарда хватит, чтобы купить все необходимые чертежи для производства Асгарда. И станции все необходимые. Все-все-все. Нам этого с головой хватит для производства Асгарда. И мы уже этим займемся вот-вот. Сейчас просто там производство другое. На штаб-квартире у нас, да, и мы не все можем организовать одновременно. Но деньги у нас уже есть для этого. Что еще я хотел посмотреть по статистике. Да, тут интересная статистика по поводу терраформинга есть. Общие затраты на терраформирование 40 миллиардов. И тут я, когда вот эту вот цифру увидел, я немножко так... Аааа, что? Серьезно? Серьезно? Я на терраформинг уже потратил 40 миллиардов? Что вообще? Не может быть такого. И заработал с этого, да? 150 тысяч кредитов. Ааа, серьезный заработок. За одну отправку этих самых, да? Невидимо. Но, да, мы не об этом. Я, получается, сейчас держу все средства на балансе у станций, чтобы можно было этот баланс, излишки денег, забирать одной кнопкой. Принять все оценки. Таким образом... Во. Я уменьшаю, как бы, время, потраченное на снятие наличных каждый раз. Когда, да, вот я снимал одну станцию, нужно посмотреть, другую посмотреть. А они тут все в разброс. И пока найдешь там нужную станцию. Вот у нас с фабрики хай-тека, получается, я снимал бабки постоянно. Она кучу денег приносит. Потом дальше, дальше, дальше. Вот эта новая торговая станция тоже отсюда снимать надо. Потом еще дальше у нас компоненты турелей. Неплохие деньги в паранидском секторе приносят. Там, да, параниды воюют и постоянно покупают эти компоненты турелей, систему упреждения. И стимуляторы для пионеров тоже копеечку какую-то, но приносят. То есть отсюда постоянно приходилось снимать и ручками переводить все это дело. У нас нет автоснятия бабла, как вот в X3 было. Но теперь, когда денег хватает для того, чтобы на всех-всех-всех станциях, даже там, где это не нужно, были деньги, которые якобы менеджер хочет, чтобы на этой станции были, просто потому что вот хочет он, да. Например, моя станция по добыче Невидиума хочет, чтобы у нее практически 100 миллионов лежало, наверное, да, 50 в данный момент. Хочет, чтобы 50 миллионов было на счету станции. Зачем? Это никому неизвестно, потому что Невидиум мы добываем сами на этой станции и продаем только нашим станциям. То есть деньги никуда не это самое. Мы не тратим ни на что. И зачем им 50 здесь 2 миллиона? Ну вот хочет он, да. Потому что, ну, игра так работает, что... Да, по-другому никак. Так, и теперь, когда мы удовлетворили все потребности всех этих менеджеров дурацких, да, мы теперь можем одной кнопкой, двумя кнопками собирать излишки денег со станции. Дурацкая система, конечно, но зато у нас есть такой неприкосновенный запас в штаб-квартире, если понадобится. Вот тоже, да, рабочий бюджет этой станции 1 миллиард. При том, что все материалы мы производим там самостоятельно. Не всегда мы справляемся с этим, да, с добычей, с этой всей, но тем не менее. Вот. Но зато теперь можно удобно вот так вот делать. Хоп-хоп и бабки в кармане. Так, ладно, давайте мы уже займемся сюжеткой дальше на объявлении парамидов. 20 минут я потратил на, да, краткий пересказ того, чем я занимался последние 10 часов в игре. Хейли, давай я порулю теперь немного. И выберем теперь задание, которым мы тут занимаемся. Затянувшаяся месть. Автопилот заделиванно. Как раз нам по сюжетке с парамидами, да, понадобится почти миллиард потратить на верфь для парамидов. Затянувшаяся месть. Затянувшаяся, черт ее тери, месть. Вот уж действительно на краю галактики. У галактики нет края, вы же знаете. Однако, несколько расширив определение, я полагаю, вы можете найти своего рода край, либо в самом ее центре, либо где-то на далекой периферии. Впрочем, в данном случае ни один из этих вариантов не применим. Я полагаю, что аргонская дама весьма почтенного возраста в данном случае использовала идиоматику. Какое счастье, когда рядом есть кто-то настолько эрудированный. Вот, кстати, тема та, о которой ребята писали. Кто бы мы здесь не искали, наверняка скрывается в этой довольно зловещей мгле. Рекомендую соблюдать осторожность. В этом районе имеются области, которые своими электрическими разрядами быстро истощат ваши щиты. Когда эти два балбеса с нами связываются, проходит какое-то время уже. Это, типа, прогружается вся штаб-квартира каждый раз, когда они выходят на связь ко мне. Поэтому вот долго помехи такие идут. Поначалу такого не было, пока я не начал строительство в штаб-квартире. Похоже на какую-то военную станцию. Надеюсь, заброшено. Судя по обилию орудий, это весьма грозное сооружение. Будем надеяться, что эти лазерные башни надежно зачехлены. Здесь и без них достаточно опасно с этими кишащими вокруг минами. Тут мины где-то есть. Где-то есть, да. Так. Неизвестный объект. Нам, по-моему, здесь нужно просканировать маяки, которые... большое количество навигационных устройств, разбросанных в окрестностях вашего текущего местоположения. Их сканирование может дать нам путь к ценной информации, спрятанным сокровищам, древним артефактам. Я с трудом сдерживаю волнение. И я вот помню, что... Ёлки-палки. Я вот помню, что были какие-то проблемы у меня с этой миссией. Что-то... Не мог я найти нужный маяк последний или что-то такое было. Так. Там я вижу. Вдалеке. Тут вот что-то маяковало нам, да? Но... Вроде бы... Нет ничего. Ладно. Полетели туда. Щиты нам не коцают пока что, да? Вроде как. Или просто у нас Риген сильнее, чем урон. Мне вот интересно. Это я сейчас на ускорение щиты тратил немного. Мой анализ показывает, что эти маяки были размещены для указания безопасного маршрута для персоны, располагающей соответствующими верительными грамотами. Не волнуйтесь по поводу своей неосведомленности в продвинутой криптографии, дорогой помощник. Я буду вашим мастер-паролем. Если вам удастся отыскать их побольше, я мог бы более точно выполнить реангуляцию предполагаемого направления для наведения. Вроде последний. Отличная работа, мой дорогой помощник. Пожалуйста, исследуйте указанное место. И зачем бы это кому-то прятать здесь что-то ценное, при этом оставляя столь очевидный след из хлебных крошек? Будь настороже. Это параницкий корабль. Он пытается с нами связаться. Давайте послушаем, что они там скажут. Неужели время все-таки пришло? Последний оставшийся претендент в конце концов смеялся с моим обликом? Нет. Священный орден не мог прислать вас. За минувшие десятилетия вы первая живая душа, посетившая этот душ. Значит, это поведение священной трехмерности направило ваши стопы в безотворки вселенной. Да возрадуемся же этому. Я известен под именем Краманч Кецлад. Я видел, как священные врата закрылись и открылись вновь. Я извлек немаловыгод из разделившей их бездны. Однако, следуя по этому пути, я увидел, как мой род, некогда движимый единой целью, утратил согласие. Неужели Грида на полном серьезе отправил у нас в эту тьму таракань, только чтобы найти вот эту философствующую кучу арканики? Когда прислужники понтифика явились сюда, чтобы прибрать к рукам новую территорию, это была лишь бледная тень никогда свободного, отважного народа, называвшего это место своим домом. О-о-о, подожди-ка минутку. Кажется, я кое-что придумал. Спроси его мнение о войне. Просто доверься мне. Узрейте этот океан безысходности. Это разоренное убежище гордыни. Пусть это станет уроком для тех, кто ставит личные амбиции превыше единства. Давайте этот вариант сначала выберем. Потрясающе. Мне это тоже вариант нравится. Это вот да. То, что иногда мне в голову приходит, когда я слушаю эти диалоги, это просто так... Потрясающе. Перенастройка врат каким бы великим событием она не представлялась в глобально-исторической схеме, посеяло зерно конфликта, свидетелем которого мы сегодня являемся. Желание снова обрести единение привело к тому, что многие приходы, оставшиеся в изоляции, избрали себе верховных лидеров из числа паства. Когда священная трехмерность, наконец, простерла блань и восстановила разорванные связи между вратами, каждый гонтифик, чтобы он из себя не представлял, понимал, что его претензии на власть оспариваются целой с ворой конкурентов. Ну и что ты думаешь о войне? Эта гражданская война – кошмарный фарс, прямо позора для всех паронитов. Она призвана страстями, рождена абсурдной геометрией и вскорблена теми, кто ослеплен догмами и фанатизмом. Оба бонтифика могли бы попытаться протянуть труду в руки и вместе вывести нас к свету. Но мы слишком долго находимся во власти этого конфликта, а искушение извлечь личные выгоды для некоторых из нас оказалось чересчур сильным. Но между моими собратьями не было никаких физических преград. И все же, даже обладая тремя глазами, мы потеряли друг друга из вида, а следовательно и самих себя. Потрясающе. Сработало. Кажется, я начинаю понимать, зачем Грита тебя сюда отправила. Дай мне поговорить с ним наедине. Не обращайте на меня внимания. Хтон. Минералы. Защитник. Спасибо за терпение, братишка. Я только что выцеганил нам пропуск в кулуары мирных переговоров. Непосвященный. Я решил совершить свои поиски мудрости в отшельничестве. Вы будете в числе избранных, которые помогут проложить путь к моему триумфальному возвращению. Или к окончательному краху моих идей. Увы, в этот раз будет крах твоих идей. Думаю, это он так намекает, чтобы ты подстраховывал его на случай возможных опасностей, пока он будет действовать. О, а я так разогнаться не могу. Но он нас подождет, я думаю, если что, вдруг. Вход в систему. Помилование кардинала. Достопочтенный Кромачкицлад. Пожалуйста, дозвольте смиренным непосвященным попытаться проникнуться мудростью вашего великого народа. Как вы избираете себе будущих лидеров? В таких процедурах нет необходимости. Мне известно, как это происходит у нечистивых созданий подобных вам. И это достойно жалости. Барониды не избираются примитивным голосованием. Они сотворяются согласно предназначению и служат самству в меру своих способностей. Верховные жрецы, сотворенные в сложнейших обрядах священного репродуцирования, являют собой истинное чудо. Однако, вот вопрос, который я, как и многие высокообразованные жрецы, до меня осмелился задать полвека назад. А если происходит ошибка, как быть тем, чей потенциал выше отведенной им роли? Я нашел свой ответ. И непрестанно молюсь, чтобы никому из моих братьев не пришлось идти по этому пути снова. Благодарим вас за откровение, о прозветленный. Эво как? Предназначение? Я вот думаю, а кто решает, на чью сторону встанут эти свежеиспеченные барониды? Что будет, если кто-то вдруг получит поддержку группы молодых, высококвалифицированных, дико умных, прямо эдаких супер-пупер жрецов? Разве это не создаст достаточно серьезный дисбаланс, чтобы, скажем, выиграть войну? Мы приближаемся к месту нашей первой конфронтации. Пришло время снова явить миру это ужасное отличие. Да будут начаты переговоры. Нам понадобится наша свита, чтобы гарантировать, что нас не обеспокоит. Ишь как завернул. Экспресс-транспортер. Не хотелось бы перебивать, хотя некоторые этим занимаются постоянно. Я засек корабль с какой-то странно подправленной сигнатурой взлетающей с этой станции. Прямо как только кроманчикец лад начал переговоры. Вряд ли это просто совпадение. Клазар. Агрессор. Спасибо за помощь. Вот и большая благодарность от нас. И это не за этот сбитый корабль. Спасибо за помощь. Тря ждет поражение. И нечего тут пялиться. Наши камеры с руководством священного ордена были непродолжительны и безрезультатны, как мы не ожидали. Однако похоже, что наши старания были заметены членами ордена, настроенными более эскетически. Терсей, защитник. Так, че, мочим, да? Я не против. Это было аромат. Терсей. Эти еретихи должны скинуть долой из наших глаз. Автопилот. Оу, какой автопилот? Подожди. Отключено. Терсей, защитник. Эти налетчики из священного ордена. Милостивая хотим вам. Как такое могло случиться? Терсей, защитник. Опасно. Это коленой перелом в ходе сражения. Апалагеты священного ордена. Вы, шли, хреститель гекманшка Сор. Нам следовало ожидать вашего вмешательства. Монтифик с огромным интересом наблюдает за вашими деяниями оскверненных дорог. А вы, нечестивое создание. Мы видим, что вы посвятили себя защите крайне могущественного создания. Хоть силы вашей ничтожной. На лишение вашего мокра. А сейчас надо дождать, пока все эти дроны погрузятся. Оскверненный пророк? Он что, серьезно? Звучит так, будто это уже не первая попытка к романчике Слата вмешаться. Не перестаю удивляться, как они могут оставаться настолько спокойными в боевой обстановке. Но в данном конкретном случае они прямо как будто заранее знали об атаке. Так, сопровождать его дальше. Защитный дрон. Нам надо дронов погрузить. Жалко их оставлять. Одна у дрона, я кажется, оставил. Так, что там писали нам? Что, лицензия у буконьеров доступна? Присвое название. Буконьер герцога. Плюс 10 отношения с ними. Хорошо. Мы решили попытать этот призрачный шанс в одиночку. Вам же следует оставаться в роли наблюдателя. Однако, будьте готовы вмешаться. Если нас вновь постигнет неудача, разыщите наше доверенное лицо. Оно посвятит вас в необходимые детали. Гаргона. Защитник. Приветствую. Удачи в пути. А, мне, наверное, надо пристыковаться к этому кораблю, да? Как оба. Приветствую. Эмм... Эмм... Серб? Стоять. Даже, наверное, просто удалю все приказы, пусть будет. Так... Где там... Гаргона, защитник. Разрешение на стыковку получено. Стыковка завершена. Этот кораблик прибаркован соблазнительно близко к монументу. Интересно, не удастся ли тебе как-нибудь прошмыгнуть туда после разговора с этим доверенным лицом? Это может дать нам шанс разгадать, наконец, ту загадочку. О, нет! Рада вновь тебя видеть, дружок. Надеюсь, мой герцог уже просветил тебя о своих дипломатических маневрах. Что ж, мы можем несколько доработать его план хорошенько, сдобрив его зрелищностью и драматизмом. Видишь ли, долгие годы изоляции пригасили былой пыл моего герцога. И хоть нынешние беспросветно убогие трехглазики ни в какое сравнение не идут с тем, каким когда-то был он, даже после всех этих рек крови он так и не желает выбросить из головы эту отравляющую его мечту о... примирении. Ты поможешь мне открыть ему глаза? Мы возожжем то пламя, из которого возродится мой герцог. В доке ты найдешь инструментальный ящик. Его содержимое может оказаться для тебя крайне полезным. Так, в доке найти ящик. Награда рычаг, чтобы перевернуть мир. О, вон он ящик. Помнишь шипер, который ты для меня раздобыл? Конечно. С его помощью врата монумента должны открыться. Что же касается остальных аксессуаров, это сооружение наверняка имеет несколько точек, которые жизненно важны для его целостности. Я не сомневаюсь, что ты и сам разберешься, что делать, когда найдешь их. Возвращайся ко мне, когда закончишь. И мы вместе насладимся представлением. Так. Тут стоит сохраниться. Хорошо, можем выходить. Так, оба это я отправлю сейчас пристыковаться к кораблю. Ну что ж, это было весьма неожиданно. Хотя у нее есть и здравые мысли. Насколько реальна эта перспектива примирения? Ну серьезно. Разве карман нельзя набить еще больше, позволив войне продолжаться? А еще меня несколько настораживает этот самый карманчкетслад. Или герцог, что бы это там ни значило. Этот парень здорово прибабахнутый, прямо на всю голову. Фаталист до костей мозга. Даже для паронита это перебор. Если мы выбьем почву у него из-под ног, вся ситуация в целом может обостриться до предела. С другой стороны, если эти мирные переговоры затянутся до бесконечности, мы по крайней мере какое-то время будем знать, чем он занят. Утянуло меня с кораблем вместе. Так. Полетели. Боунцы. Нам способ все труднее определять твое местоположение в этом лабиринте. Визуальный контакт тоже пропадает. Все, что мы знаем, это что коконы находятся в камере, расположенной где-то над входом, через который ты только что прошел. С этого момента надейся только на себя. Я улавливаю нехарактерно сильные тепловые сигналы датчика вашего скапандра. Это должно быть одно из уязвимых мест конструкции, на которые намекала Гриды. Двигайся пока что дальше. Это позволит тебе еще немного подумать, какой выбор ты собираешься сделать. Двигайся. по-моему вот это у нас единственный пока что путь мы прилетели отсюда так полетели сюда и и Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 Что? Тебе было неспослано? Абсурд! Это для его позора, порожденное поползновением присвоит то, что принадлежит одному лишь Монтифику. Вам просто не достает веры, Леган Ксаден Мачкет. Наша вера абсолютно. И это царство так или иначе объединиться, но лишь под властью истинного воплощения священной трехмерности. Какой-то тупик неожиданно. Ох уж эта святая геометрия и эти лабиринты нам сюда. Субтитры создавал DimaTorzok Забудь, что я там плел про создание дисбаланса в пользу одной из сторон. Это наш шанс покончить с этой войной раз и навсегда. Они хотят идеальной геометрии, ну так они ее получат. Все, что тебе нужно сделать, это пойти туда и раздобыть нам несколько кандидатов на роль третьего понтифика. Ты только представь себе, апостол Таня, сомненно, не упустил бы шанс исследовать, как из этих коконов вылупляются птенчики. Вы готовы втянуть эти несчастные беззащитные души в свои планы манипулирования целым народом? Не торопись, подумай. Это даст тебе беспрецедентное научное познание. Вы одержимый жестокий безумец. Ну ты согласен, да? Да. 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 Нашему двухтакт... двухтентактливому приятелю не терпится опробовать одно из своих новых изобретений. Имейте в виду, что мои тентаклевитные придавки при ударе могут причинить серьезную травму. Есть! Получилось! Давай, забирай их все, пока есть возможность. Обо всем остальном мы позаботимся. Я правда не забираю, а уничтожаю, я... Это последний! Такой бронированный инкубатор просто обязан быть оборудован системой безопасности на случай аварий. Осмотрись еще разок перед уходом. Ну вроде бы мы все делаем пока что правильно, как... Как надо. Ну вот и пришло время решать, дружище. Ты можешь просто покинуть это место и позволить Краманч Кецлату идти навстречу своей мечте о единении парадидов. Пролезть в серые кардиналы при создании галактической сверхдержавы – это огромный потенциал. Или ты можешь поступить согласно плану Гриды и взорвать это воплощение парадидских традиций к чертовой бабушке. В конце концов, эта война действительно оказалась весьма прибыльной для столь смелых инвесторов, как мы. Кроме того, это может позволить нам освоить все тонкости бизнеса этого герцога. Оба варианта по-своему заманчивы. Что бы ты не решил и что бы ни случилось потом, перед нами обоими откроются замечательные перспективы. Если что-нибудь запамятуешь, загляни в брифинг миссии. В брифинге мы можем как раз посмотреть, почитать более подробно о последствиях. Политические и экономические прогнозы дало Буста. Если мы последуем плану Гриды… Саботаж переговоров усугубит войну между Священным Царством Паранидов и Священным Орденом Понтифика. Военная ситуация для обеих фракций ухудшится, что даст преимущество их противникам. Увеличение военных потерь и сопутствующего ущерба даст возможность обогащения амбициозным предпринимателям, готовым заполнить бреши. Поддержать Краманчик Цлата. Возможность продолжения переговоров оставляет в живых надежду на будущее прекращение огня или даже заключение мирного договора. Снижение напряженности в отношениях между двумя фракциями позволит им для начала сосредоточить свои действия на других фронтах, а в дальнейшем, возможно, приведет и к уменьшению конфликтов с другими фракциями. Объединение торговых сетей паронидов повысит экономическую стабильность, в то время как спрос на военную технику со временем, вероятно, уменьшится. Да. Если мы последуем плану Гриды, то мы создадим новую фракцию полноценную. Ну, полноценную, опять же, да. Сейчас у нас Буканиров Герцога нет, только вот они как бы на бумаге есть. Если мы выберем план Гриды, то мы создадим верфь для Буканьеров Герцога, где они смогут производить себе корабли. И будут строить станции, как пираты, и грабить, да, убивать всех наших врагов, при этом, ну, всех наших, всех их врагов, при этом они будут нашими союзниками и нас трогать не будут. Но этот вариант мы выбирали в прошлый раз, хоть он мне очень нравится, само вот это вот чудо создания новой фракции, это прикольно. Хоть и в прошлый раз у нас была забагованная верфь, она не работала нормально, чертежи не могли там собираться у них никак, сейчас все хорошо вроде, это пофиксили, и они на верфи производят корабли, если, конечно, мы на эту верфь поставляем ресурсы, что дает нам, опять же, дополнительную возможность сбывать товар и зарабатывать деньги на этом. А второй вариант, до выхода обновления Колыбель Человечества, был самым скучным, парониды со всеми мирились, объединялись, и экономика умирала полностью и у паронидов, и у соседей, потому что войны прекращались, а если выпилить ксенонов, то вообще мир в галактике полный. Ну там Маргон с патриархатом Зерт немного там воюет кое-как, и то сейчас у нас они не воюют вообще почему-то, вот. Но при этом варианте, да, практически все войны прекращались. Но теперь, после выхода дополнения Колыбель Человечества, появилось продолжение этого задания, и мы можем подтолкнуть эту новую объединенную фракцию на войну с какой-либо фракцией на выбор, или со всеми сразу, со всей галактикой. И этот вариант мне очень нравится, поэтому мы, конечно же, объединим паронидов. Поэтому нам нужно просто отсюда теперь свалить, правильно? Мы можем просто телепортироваться на корабль, я думаю, это будет норм. Сверх. Приветствую. О, Хейли, ты полысел немного. Надеюсь, ты сделал правильный выбор. Я тоже надеюсь. Гриды это может не понравиться. Ага. А, нам надо к ней. Наконец-то. Ну а теперь пора пожинать плоды наших стараний. Ну и? Это еще что за выкрутасы? Извини, дорогая. Мы решили слегка подредактировать сценарий. Что? Ничего еще не кончено. Торпеды полетели. Просто мне придется разобраться с этим самой. Кажется, нам придется разобраться с тобой. Ой, лагает. Ой, лагает. Да это в ее стиле. Вот только взрывы эти, похоже, лишь слегка поцарапали эту бандуру. Стоп. Что она имела в виду под разобраться с этим? О нет, только не это. Кажется, нам надо было корабль покрупнее сюда. Взять. Где были эти переговоры? Просто уловкой, устроенной с целью нападения на наш священный собор. Ты заманил нас в ловушку, Роман Шкетзлат. Даже если это станет нашим последним деянием, ты урешь за свое предательство, отступник. Пегас, защитник. Что происходит? Это не входило в планы. Вы будете поменять. Близко их не подпускать. В вашем присутствии нет необходимости, не посвященной. Это исключительно мое личное фиаско. Персей, агрессор. Торпеды полетели. Вашему, действительно собирается погибнуть? Много торпед полетело. Но мы не дадим им покинуть, правильно? Вы все попались в мою ловушку. Легат, кстати, Маншкет, прекратите атак. Ваша смерть положит конец этому фарсу. Что орден, что царство. Вы все захлебнете собственной кровью. Или, может, не надо сейчас убивать? Наши враги все время пытались сорвать переговоры, чтобы наше царство, будучи братьями по крови, сами истребили друг друга. Во, не надо было. Кажется, нам следует до поры до времени отложить наши ссоры. Рик, мальчка, ссор. Нам следует разобраться с этими нечистимыми тварями. Корабль гриды нужно мочить. Сладим манчики от мостиков вымещают молнии вперед. Как нам повезло. Эти ребята-параниды, похоже, поняли ее совсем не так. Предлагаю новую стратегию. Пусть эти костлявые скандалисты одержат победу. Ну, мы поможем, конечно же. В нас попали. Минотавр. Да они ее вообще слушали. Скипербалом и непереносным смыслом у них, похоже, совсем беда. Минотавр. Защитник. Ну что ж, теперь обратной дороги нет. Каждый сделал свой выбор. Ты просто обязан досмотреть это до конца. Гаргона. Защитник. Минотавр. Защитник. Ууу, сколько ракет летает. Разумеется. Почему? Ведь часть из них в нас. Минотавр. Защитник. Скинь. Оуу. Оуу. Нас зацепили. Минотавр. Кого зацепили? Защитный дрон. Не готовы. Может, Делайла тут уже? Защ... Минотавр. Защитник. Не бойтесь, повершенный. Минотавр. Минотавр. Оуу. Больно. Ты кадешь в декозье. Гаргона. Защитник. не быть по этим не должны были стрелять тут одинокий лепесток уходит защитный дрон так а где все он вижу одессеюшку только он как-то очень далеко и ничего не делает как будто бы хотя нет да у этого корабля уже все плохо это флагман гриде тебе стоит помочь паранитом справиться с ним иначе все наши старания аркну под хвост мы не хотим умирать сжальтесь над нами контейнер горгона защитник соберем немного барахла и пошли горгону догонять а эксклюзивная катушка отлично поверить не могу что этой фурии удалось такое параниты сражаются рука об руку а не друг с другом и Ты хоть представляешь, сколько воды утекло с тех пор, как такое случалось в последний раз? Почтенная Аргонская Леди свершила невозможное. Нам следует поблагодарить ее за такой порыв. Только она... да, немного другого добивалась, но ладно. Сомневаюсь, что нам предоставится такая возможность, босса. Спасибо за помощь. Вот и большая благодарность от нас. Вот и большая благодарность от нас. Давайте посмотрим, что там по терраформингу у нас. Как дела? Все хорошо. Вход в систему. 18 миллиардов. Метана не хватает, наверняка. А, нет, метан есть. Подождите, а чего не хватает тогда компонентов дронов? Еще Акинава не привезла этих компонентов. Уже прошло сколько времени с тех пор, как я их отправил. Ладно, это мы разберемся. Я безумно рад, что вы вернулись целым и невредимым, мой дорогой помощник. Дорогой помощник. Дорогой помощник, мой верный друг, все такие тут любезные. Гражданская война паронидов. Печально, конечно, что столько душ было загублено, но ты все равно поступил правильно. Как и ожидалось, твой выбор предоставил нам ряд возможностей повлиять на политический расклад в сети Врат по своему вкусу. Если мы приложим достаточно времени и сил, мы сможем шаг за шагом привести паронидов к истинному согласию и прочному миру. Но для начала можешь позволить себе немножко передохнуть и покориться в лучах славы. Даже босса не станет отрицать, что это заслужено. Ты в курсе, где меня найти, если надумаешь начать тратить свои кровно заработанные? О, модификация покраски получена. Давайте посмотрим, что поменялось что-то. Пока еще не поменялось ничего. Что у нас? Буконьеры герцога по-прежнему плюс 10. Окей, окей. Ну, как делишки? Ну что, пора изменять мир? What exactly I'm signing up for? Ну что ж, вот как мы будем действовать. Я взял на себя смелость разделить наши дипломатические усилия на несколько отдельных этапов. Каждый шаг потребует серьезных вложений и решительных действий. Не стоит ожидать, что изменения произойдут одним махом. Как и всегда, я по возможности постараюсь предсказать политический и экономический результат. Давай я тебе возможность оценить, стоит ли он твоего времени и сил. Если что-то не ясно, загляни в брифинг и бортовой журнал. Я буду добавлять несколько комментариев перед началом каждого этапа и после их завершения. Разумеется, если результат тебя уже удовлетворяет, ты всегда можешь выйти из игры и предоставить фракции их собственной судьбе. Нет необходимости отрабатывать весь план сразу, да, собственно, и вообще его начинать. Короче, я готов. Супер! Рассмотрим текущее положение дел. Наш приятель Краманч Кеслат теперь вовсю использует последнюю выходку Гриды в качестве прецедента для объединения паронитов против якобы растущей внешней агрессии. Если его начинание будет подхвачено и получит развитие, понтификам будет не до планов по захвату чужих территорий. Его миротворческому флоту, безусловно, потребуется приличный эскорт для защиты от диссидентов и иностранных диверсантов. Дипломатический эскорт. Так, всё, ты рассказал всё, что хотел. Давайте посмотрим. Миротворцы. 24 Ариса. 12 Немезит. И всё? Скромненько. Скромненько. Прекращение взаимных попыток вторжения враждующих фракций паронитов позволит Священному Ордену Понтифика перенести своё внимание на другие проблемы, а Святому Царству снизить производство военной техники. Но это мы сможем сделать, я думаю. Так, я вообще думаю, что я эти корабли лучше произведу у себя в штаб-квартире. Как раз достроим нужное производство, оставшееся для производства всех этих кораблей. Ну и чертежи сейчас пойдём купим. Тут я смотрю, что всё уже достроилось, всё самое важное. И хранилища новые, и причалы новые достроились. И мы теперь можем, я думаю, да, отменить, ну не отменить, а передвинуть в очереди строительство вот эти вот жилые модули потом. Они легко отменяются. Нужно просто выбрать, да, сколько там вот достроится. Просто возьмём одну часть, отцепим и прицепим её снова. Они все хорошо тут скомбинированы, так что их можно в любой момент вниже поставить в очереди строительство. Поэтому, да, мы можем уже добавить нужное производство. Давайте первым делом сейчас мы пойдём и купим чертежи. Ну а тем временем только что звук был, что проект... О, Борон, кстати, сейчас нам об этом тоже скажет, да? Текущий проект терраформирования завершён. Вот. Был такой соответствующий звук только что, и можем отправить... Начинать отправлять ресурсы для следующего проекта. Ага, и нам нужно... Нам нужно больше кислорода, поэтому запускаем проект по озеленению планеты. Сколько там метана мы собрали за это время? Нормально собрали. Нам как раз хватает, да. Я заказал изготовление необходимого оборудования. Но я смотрю, что я немного просчитался в плане кислорода. Мы получим две единицы кислорода здесь. Здесь мы получили одну единицу кислорода. И нам всё равно ещё одну нужно будет получить. То есть нам придётся обязательно что-то сделать ещё, чтобы кислорода стало больше. Ну и для этого я поставил покупку пшеницы, соевых бобов, специи, фруктов с круфин. В общем, тех ресурсов, которые нам ещё могут понадобиться для дополнительного кислорода. Но что привезут к тому времени, как мы закончим с лесом, то, собственно, и будем высаживать. Есть ещё вариант, конечно, разводить цианобактерий. Но я не хочу миллион метана сливать сюда. Это долго очень. Мне кажется, проще я куплю там 400 тысяч пшеницы. Может быть, да, конечно. Если будут NPC-торговцы всё это дело завозить нам. Ну или, может быть, своих торговцев я тоже ещё отправил бы, конечно. Вот. И вроде бы всё из вариантов, которые дают нам дополнительный кислород. Всё остальное только требует кислород. Но, может, я, конечно, где-то тут что-то пропускаю. Вот это меню листать мне жутко не нравится. Жду распоряжений. Так, ну вроде бы флот мы собрали. Жду распоряжений. Жду распоряжений. Алло, алло. Алло. Я нажимаю на F, ничего не происходит. Астероид. Это, наверное, плохо было, да? Жду распоряжений. Мерзкие Теллади у нас на этих кораблях, на всех. Ну не на всех, там в разнобой вся эта, весь персонал идёт. Сплит, Теллади. Земляне тоже были. Но, что мы можем теперь сделать? Как мы можем активировать этот... Давайте вот так. И вот так. Попробую ещё раз туда телепортироваться. Зянь. Вход в систему. 18 миллиардов. Приветствую. Орес. О. Наконец-то. Подтвердить передачу флота. Думаю, достаточно. Кроманчике Слату наверняка уже не терпится, наконец, развернуть свою компанию на полную катушку. Однако я получил сообщение о высокопоставленном чиновнике царства, который отказывается прекратить преследование даже самой мысли о примирении. Боюсь, что напоследок придётся ещё разу пролить кровушку. Память о прибыли. О, они уже, да? 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 Объединились? Нет. Не объединились ещё. Вот такого они цвета будут. Трои царствия. Как фракция у нас вроде уже появилась, да? Где там? Где там? Где там? Царство Троицы. Окей, окей, окей. Кровушку пролить, говоришь, да? Ща прольём. Я могу. Я думал, тут будет сейчас какой-то корабль серьёзный, с которым нужно воевать. А тут какой-то мелкий пегасик. На удивление. Может, хотя вот... Одиссей, агрессор, Гаргона, агрессор. Эти Одиссеи на меня сагрятся? Сегас, агрессор. Ну, может быть. Конечно. Сейчас придётся с этим со всем флотом разобраться. Мразовская ракета. Вы действительно думаете, что можете сравниться со мной? Не повезло ему, конечно, но он встал на пути великих свершей. Давай немного отдохнём и дадим заняться делом Крымачкецлату. Ожидать следующее топ-плана. Слава Хаара. Ммм. Ну. Тут у меня Делайла летит. Я как чувствовал, что стоит взять. Вы действительно думаете, что можете сравниться со мной? Мы там летим, летим. Сейчас телепортируемся на Делайлу и прикажем Хейле пристыковаться куда-нибудь. Или пусть вернётся куда он там. А, я понял. Не надо. Стыкуйся с этим местом. У нас там письмо ещё от кого-то. Девс. Агрессор. Чё там пишут? А, миротворцы. Пишут не по-русски. Ну и ладно. Так, что у нас тут? Шесть эсминцев. Один авианосец и куча мелочи. Ну, ладно. Чё. Мы всё равно пока ожидаем следующего этапа. Будет смешно, если они мне сейчас просто за ракетами расфигачат полностью. Удав. От свободных семей удавчик. Горгона. Агрессор. Они реально как будто бы просто исчезли. А, нет. Не исчезли. Горгона. Агрессор. Они сбросили агрессию. Одиссей. Одиссей. Агрессор. Да, они просто от святого царства Паронида. Одиссей. Зевс. Агрессор. О, а вот и дальнейшее распоряжение. Передатчик работает. Или один клоун снова забыл его настроить. Вы меня просто поражаете. Молчать, тварь. В штаб-квартире требуется ваше немедленное присутствие, последователь. Какой он прям. Никто нашего Борона не любит. Так, телепортируемся тогда в штаб-квартиру. И посмотрим, что дальше. Я в глубокой думе. Поговорите с моим советником, дал им бустер. Блин. Ну, как делишки? Гражданская война Паронидов. А, вот и ты. Кроманч Кетслад сообщил, что дипломатическая миссия столкнулась со своего рода затруднениями. С затруднениями? Да эти трехглазые имбецилы вообще не позволяют переговорам продвинуться ни на шаг дальше этапа прекращения огня. Как я уже сказал, это просто небольшая заминка. Мы пришли к выводу, что Паронидам требуется несколько более осязаемое напоминание об их общей идентичности. Что ты имеешь в виду? Босса Та уже разбирает по костям технологию консервации Паронидов, чтобы мы могли как можно скорее начать работу с коконами. Тем временем, Кроманч Кетслад где-то откопал старый времен еще до закрытия врат. Строительный план чего-то вроде дворца что ли. Это была другая эпоха, а я тогда был лидером совершенно иного толка. Как тебе известно, в культуре Паронидов символика играет огромную роль. Мы абсолютно уверены, что Парониды приняли бы новые порядки гораздо более благосклонны, если бы им предоставили три абсолютно каноничных трона, стоящих друг подля друга. Кроманч Кетслад уже подергал кое-какие ниточки, чтобы его символ единения был признан официально. Однако у нас все еще нет главного архитектора. Поздравляю с новым назначением. Только будь морально готов к тому, что пока наш проект будет двигаться к финалу, кто-нибудь обязательно попытается совать палки в колеса. Так, давайте посмотрим устои империям. Участок 10 на 10 на 10. Благочестивые грезы 2. Это у нас вот здесь. Прямо на магистрали. Интересно. Так. Паронид столица фракции. Угу. Ну, хорошо. Да, тут нам придется вложить деньжат и все это дело построить. Хотя подождите, а я что-то не вижу. Защитные платформы вижу. Столица фракции. Три столицы фракции, да? Шесть паронидских платформ, девять хранилищ, девять куполов, три посадочные площадки, три причала, 180 турелей и 80 генераторов щитов. Требует наличие особого чертежа. Ну, особый чертеж это вот как раз столица фракции. Истинное согласие между священным орденом понтифика и святым царством паронидов облегчит торговлю между ними, а, вероятно, также улучшит их экономику. Служители дворца со временем постараются создать свою собственную экономику, что даст новые возможности для торговли. Мы, получается, вот это место в верфи строим, что ли? Я думаю, мы все равно будем верфь строить. Как и у... Ну, у второго этого выбора, когда мы создаем буконьеров-герцога. Ну, там понятно, как бы, да, им верфь нужна. А тут у них верфи и так свои есть. Верфи, порты, все дела. Может быть, поэтому мы просто столицы фракции вот эти строим. Ну, ладно. Этим мы займемся уже в следующей серии. Тут, как бы, понятно, планы работы. Я чертежи куплю, которые нам еще нужны будут для этого строительства. И в следующей серии этим займемся. Ну, а пока что всем спасибо за просмотр. Всем пока. И увидимся в следующей серии.